Самоар сейчас взорвётся, всё, 10, нет, выдержал. Это нам? А мы можем выбрать сами стол? Работает всё на пределе. Вот атмосферу создают безусловно вот эти вот лампочки. Напоминают какой-то мультик, вспомнить какой не могу, но что-то в них есть. Это ещё при всём при том, мы сидим, когда солнечный свет. Если вы хотите устроиться работать официантом, это не тот ресторан, потому что здесь полная автоматизация процесса. Меню достаточно стандартное. Выбираем чили с креветкой. Ну и, конечно же, бургеры. Куда без них? Бургеры у нас появились везде. Есть детский глинтвейн безопеков. А мы будем клюквенный пунч. Па-па-па. И что нужно сделать, выбрав... А выбрав, нужно сохранить и оформить запасы. Ура! Ресторан загадка, а вот что это такое, я уже минут 10 сижу, думаю, и ничего в голову приличного не приходит. Может быть так. И только лишь после этого заказ приедет. Не, не помогает. Здесь тут очень удобно. Если, например, что-то не понравилось, можно сразу же выкнуть урну. Урна у нас здесь. В общем, если вы хотите быстро перекусить, ресторан «Ойверхостер» не для вас. Потому что сижу уже до 15 минут. Когда смелостиется небеса, чтобы послать мне мою законную тарелку с борщом и напиток, я не знаю. И пожаловаться некуда. И вот проблема отсутствия официанта. Никого не упрекнешься, никого не пожалуешься. Есть только вот одни страхи. Колифа, суда. Глазово, как раз. Можно сказать, что еда, в принципе, неплохая. Гамбургер из кастрюли есть можно. Единственное ненаверие вызвало эту баночку. Надеюсь, просто бармен не перепутал ее с анализами своими, которые я хотел сегодня приотнести к больнице. И да, что очень важно, это уровень, на самом деле, не для еды. Мы снимаем вот этот ролик и кладем его сюда, чтобы он не мозолил глаз. О-о-о! Туалет стильный, но, так сказать, полуавтомат. Все-таки что-то приходится делать самому. Но за оформление плюс, безусловно.